Мы находимся в Уралнексте. Это что, вахтовка, да? Я же даже не посмотрела, да? И сейчас мы проверим, есть здесь круиз-контроль или нет. Все наши подписчики спрашивают, есть ли там или нет. В общем, мы сейчас все посмотрим с Александром. Наш Александр, водитель опытный. Сейчас проверим все. Это сигнал не пристегнутый, как в легковушке? Нет, нет, нет. Это сигнал поворота. А, то, что поворот. Сейчас мы сзвоним все чуть-чуть, попробуем. Включается она там где-то, да? Она на руле включается, да? Нет, получается вот она. А, там вот это. Где повороты. Где дальний свет, фар. Получается, вот ты разгоняешь машину, там, например, до 70 км в час. Включаешь кнопку, и она будет постоянно, то есть тебе не надо ногой держать педаль газа. То есть она будет сама. Вот, как сейчас, например. Раз нажал, все. Вот она сама едет. Я все уже ничего не держу ногой. Как автопилот, что ли? Да. Вот, получается, все, она сама едет. На любую педаль нажимаешь, все, она пропадает, все, уже сам едешь. Где удобнее, когда на дальние расстояния едешь в основном наверх? Конечно, если прямая дорога, там просто уже включил его и все, и как бы не заморачиваешься, чтобы постоянно держать. Тоже нога устает, если далеко едешь. Это, получается, давление в системе. Вот эти вот, получается, две шкалы. Заряд аккумулятора идет в 28,4 км. Что тут еще? Суточный такой пробег, получается. Если ты вот на руле вот этот рычаг не включаешь, то, значит, табло это не горит, не светится, да? Почему он светится? Все. Получается, вот сейчас оно тускло светится, потому что свет включен. Если свет выключить, оно будет ярче. Вот, наши подписчики, вы убедились, что кру есть, контроль в Уралнексте есть. Правда, Александр? Да, есть. Сам убедился.